МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть актеры и актрисы, Игорь, о которых хочется говорить только в самых восторженных тонах. Восклицательный знак. Но есть актрисы, Вадик, о которых хочется говорить, особенно с утра, потому что имя их переводится как утренняя звезда. А представляешь, как были прозорливые родители этой актрисы, когда дали ей такое имя? Хотя они очень не хотели, чтобы она выбрала эту профессию. Ну, слушай, Вадик, давай сейчас не будем решать, правы они были или неправы. То есть всю историю уже рассудила, они были неправы. И она рождена для того, чтобы быть актрисой. И каждая встреча с ней, это, конечно, праздник. И тем более, что она уже здесь, совсем недалеко, за этой дверью. И то, что мы с тобой еще не с ней, а друг с другом, это просто кощунственно. Ну, тогда пойдем на встречу утренней звезде. О, пошли. Хоть сейчас и глубокий вечер. Челпан, привет. Привет. Как ты вообще, вот скажи мне, после такого спектакля, вот, Иванов, такая роль тяжелая. Как, я пришла к вам? Да. Потому что, если бы это были не вы, я бы не пришла. Ты вообще на интервью часто приходишь? Нет. Конечно же. Да. Потому что, что это такое? Ты не знаешь человека, а час, я не знаю, полчаса жизни, это жизни твоей хочется провести с любимыми людьми в хорошей компании. И здесь вот сразу столько смыслов, и компания хорошая. Мы все примерно в одном котле, и, конечно же, я очень надеюсь, что разговор будет не тот, когда говорят, что ваше имя значит. Челпан, так получилось, что мы несколько раз с тобой записывали интервью. Это были мои очень, для меня очень дорогие, любимые сюжеты для программы «Кто там?». Самый первый сюжет мы записывали у тебя дома. Это был 2003 год. Мне повезло, я перечитала Грина, бегущую по волнам, не знаю, от ней что делать. И там вот есть такие стройки, что он сидит на этих чемоданах и понимает, что меня поразило, так пронзило даже словосочетание «несбывшаяся мечта». Мне так стало страшно, я вдруг увидела вот это вот, что ты живешь, живешь, а мечта, она все равно будет где-то рядом. А потом тебе будет 70, и ты скажешь, вот у меня была мечта, а я ничего не сделала для нее. А потом тебе будет 30, а она все равно как бы мечта. Это как-то нанежда, а она уже не сбывшаяся. И вот это вот, то, что это мечта, и она никогда не сбывшаяся, мне так стало страшно. И я решила, что я попробую все-таки. И пришла в Казанское театральное училище, прочитала, и меня взяли. Хотя это было, ну, осенью уже, это был добор. А потом педагоги отправили в Москву. Такой голосочек тоненький-тоненький, а? Ну, не скажи, не такой уж и тоненький, там все есть уже, и характер все есть. 14 лет. Это была небольшая квартира, в которой, я помню, огромный стеллаж с книгами был. Да. Так ты хочешь, Вадик, поинтересоваться, как разрослась библиотека? Да, и квартира. И квартира, да. Библиотека осталась в новой квартире? Конечно, да. Квартира тоже разрослась. Ну, потому что на то есть причина уже, так сказать, домочадцев. Там было двое детей. 2003-й? 2003-й. Там было двое детей, сейчас трое детей. Прекрасно. А скажи, пожалуйста, вот то, что ты рассказывала в программе, о том, что поняла, что не могу, вот надо попробовать. А со временем вот возникали такие моменты в твоей жизни, не знаю, какой будет результат, но надо попробовать. Вот не могу не попробовать. Это залог вообще движения любого. Неважно тебе сколько лет, какой за твоей спиной опыт, надо попробовать и надо ошибаться. Страшно полезная штука. А вот интересно, у тебя когда-нибудь были, я просто этого не помню, не главные роли. В театре? В театре, да и в кино? В кино были, да. Я люблю эпизоды. А в театре, ну, когда я училась, конечно же, это были прекрасные групповки, массовки. Это было счастье. В молодежном театре. Вот это было счастье. У Алексея Владимировича. Вот было счастье. Я когда сейчас устаю и сажусь на грим, я стараюсь все время себя перенести в то состояние, когда сесть на грим, вообще, вот что до тебя дотронулись кисточкой, это уже был предел мечтаний. То есть это, собственно, была та осуществимая мечта. И не важно, что ты выходишь там на два такта в танцы. То есть вот ради чего ты пошла в профессию. Да. А скажи, Чулпан, а как быстро родители все-таки приняли то, что ты пошла в актрисы? Они очень боялись и совершенно обоснованно, что я буду без работы. Что артисты, в принципе, не нужны никому. А так как я поступила в финансовую академию, где, в общем, это была такая самая желанная профессия на тот момент, и нужно было обладать каким-то огромным блатом, чтобы туда проникнуть. А я поступила, потому что у меня был гениальный учитель по математике. Он так нас научил, что это все казалось полной ерундой, все вступительные экзамены. И, конечно, для них это был удар. Ну, знаешь что, мне кажется, всем зрителям, которые тебя обожают, и всем твоим партнерам, и тебе, очень повезло, что в этой финансовой академии не было второго гениального математика, такого же, как тот, что преподавал себя в школе. Потому что если бы там появился, может быть, он задурманил бы тебя вот этими цифрами, знаешь, как... Ты знаешь, и ничего страшного не было бы, потому что это было настоящее искусство. Как Александр Николаевич преподавал математику, это было такое творчество. Он, собственно, и виноват в том, что я стала артисткой. Это была свобода, и это то, что... Вот это ощущение выбора. Мы никогда не решали. Мы только прикидывали варианты решения. Вот это вот знание, что у каждой проблемы есть 100 вариантов решения, оно, ну, оно до сих пор со мной. И в ролях, которые я разбираю, все равно по тем математическим формулам, которые были подарены в школе. И по жизни. И это, конечно, счастье, что никогда... Конец только один, когда человек уходит. Тимпан, я помню в той программе, вот в самой первой, когда мы снимали, ты рассказала гениальную историю о том, что тебя пробовали в какой-то фильм, и долго не звонили, потом ты перезвонила сама, и трубку взял режиссер, и сочувствовать тебе сказала, знаете, вот вам лучше, пока не поздно, уйти из профессии, потому что глаза — это зеркало души, а ваши глаза совсем... Невыразительные. Невыразительные, да. Ну, кто-то должен был тебе сказать это. А и неважно, понимаешь, Игорь? Мне, главное, разрешают на сцену выходить. Выразительные у меня глаза, невыразительные. Меня это вообще не волновало совершенно, потому что то, что я вот, ну, не знаю, если вдруг дочка захочет вдруг туда пойти, первое, что я... Если ты можешь без этого жить, вот лучше вообще даже близко не подходить. Если ты не можешь без этого жить, тогда уже ничего не страшно. Тогда ты будешь идти до конца, и все равно рано или поздно произойдет это... Ты когда для себя поняла, что, ну, не могу без этого жить? Ну, во-первых, когда я попала в театр, когда я увидела чудо, ну, я увидела, что вот есть чудо, и оно рядом. Когда ты училась в театральном? Когда я училась в школе, в Казани, у нас был прекрасный тюз. Я не помню, что я смотрела. Я просто помню, что меня на два часа телепортировали вот из вот обычной моей жизни куда-то. Не подготовив тебя к этому? Я позволила себя попробовать, и на мое попробовать мне сказали, да, мы вас берем. Это было совершенно неожиданно. Вот к этому я была не готова, потому что дальше уже надо было говорить родителям о том, что я не буду финансистом, а буду чем-то другим. Я была очень несамостоятельным. Я просто под родительской вот такой хрустальной вазой в Оренфюрее. Да ты что, правда? Первый год в Москве, он был чудовий. Я поняла, что я вообще не готова к жизни вот так вот в общей жизни. А к чему ты была прежде всего не готова? Я жила в одной комнате с Ирой Низиной. Она актриса молодежного театра. И вот мы шли в час ночи уже после мастерства, смотрели на окна домов, где зажигался свет, и семья садилась ужинать. Или там просто зажигался абажур. И рыдали вот в три ручья, вот как клоуны. И вот понимаешь, что они будут долго-долго-долго. Так хотелось туда, да, под абажур. Это было самое тяжелое одиночество, и что от тебе ты никому не нужен. Если вы хотите, чтобы ваши дети стали самостоятельными... Расскажите. Первое, что нужно сделать, перестать как бы просто их отпустить. Это, наверное, самое тяжелое. Это самый большой родительский подвиг, который могут совершить родители. Я прошла это сама. Я видела это на примере своего младшего брата Шамиля. Как я буду с этим справляться, не спрашивайте. С тремя дочерями, да. Актер Иван Дмитриевич Воронов. Старейший актер молодежного центра. Да. И он так приглядывал, за мной приглядывал. А потом какой-то тоже я неслась куда-то по горидору с криком «Вон!» И с пропетией вообще я ничтожество билась там в рыданиях. И он так мне подозвал и сказал, барышня, пока вам не понравится, что вас ругают, более того, пока вам не понравится, что вас мордой об стол, и когда вы пройдете через это и не потеряете любовь к этому делу, пока это не произойдет, вы актрисой не станете никогда. Это тоже ответ на вопрос, о чем мы говорили. Ну, понимаешь, вот такие встречи, да, вот просто счастье. Иван Дмитриевич Воронов. Это великий актер молодежного. Ну, тогда это был центрального детского театра. Вот просто, вот если бы не было этого пересечения, у меня бы не случился этот слом этого страха, потому что русская школа отличается какой-то специфической жестокостью и унижением студентов во все. И ты берешь театральная русская школа, музыкальная школа, это все время ты плохой, ты плохо, мало, мало, плохо, плохо, мало. И ты вот в этом в какой-то момент, а еще учитывая, что ты живешь без мамы, без папы, никто не кормит, никто не заботится, и в какой-то момент я поняла, а что я здесь делаю? Я уже не могу все это выдержать. И вот в этот момент он меня выхватил и сказал эти прекрасные слова, и дальше у меня просто произошел слом. А где-то там через полгода тебе говорят, ну, вот это было неплохо. И ты так, да. Это вот право на ошибку, как ты назвала, да, это правда? Да. И вот сохранить его прямо, чтобы до самого последнего дня. Сейчас же вообще ты можешь уехать, я не знаю, учиться в Лондон, в Берлин, на все возможные мастер-классы, воркшопы, такое количество возможностей. Если человек хочет это учиться и постигать, то сейчас это просто, пожалуйста, и видео. Но ты в этом смысле, конечно, большая молодец, потому что ты как раз и ездила несколько лет назад в Королевскую академию театральной учиться. Если бы меня не родилась третья дочка, я бы ездила бы до сих пор. Да, это такое счастье вообще опять попасть в студенчество, где разных возрастов всем артисты, кто-то молодой, кто-то уже не очень молодой. И ты понимаешь, что этому пределу совершенствования, его нет этого предела. Я знаю, что современник обижается, и, к сожалению, мне очень жаль, что я не могу выразить, что я имею в виду. Я люблю современник до смерти. И мне не важно, репертуарный театр, не репертуарный театр. Если театр дает мне... А, это Лиза, да? Мне лично вот этот вот... Бедную Лизу вырепетировали. Я дальше понимаю, что я туда еще не ходила, и сюда еще не ходила, и этого не умею. И это делаю плохо, а это делаю еще хуже. Тогда я развиваюсь. А как только я понимаю, что ну так, все, ну хорошо, я устоялась, тогда я понимаю, что... Я на Катюки вам здесь... Мне больше ощущение младшей дочери в Короле Лире, которая говорит про соль. Вот для меня в этом проявляется любовь к театру. Без соли все будет вот пресным и интересным. Ничего не изменилось, да? Ну нет. Это хорошо, наверное. Современника писали о том, что ты уходишь в театр «Современник». Давайте я объясню эту ситуацию. Я ухожу на полгода из репертуарных спектаклей. До следующего сезона я беру паузу. Какая причина? Причина... Ты знаешь, я вдруг поняла, что я сейчас нахожусь в состоянии эмоционального выгорания. Что может мне грозить в будущем, я не знаю, каким-то критическим отказом от профессии даже. А вот это выгорание, которое ты почувствовал, это когда началось? Я думаю, что это началось года три назад. Но я все время это скидывала на физическую усталость. Да. Что такое это выгорание? Это выгорание, когда ты одними и теми же инструментами, и ты это понимаешь, пытаешься делать новые, я не знаю, ты делаешь хрустальную вазу, но при этом берешь тот же самый топор. Понимаешь, если бы я была хорошей актрисой, я могла бы не умирать каждый раз. Вот когда у меня во врагах история любви умирает мама, и потом я сама умираю. Вот если бы я могла как-то это ограничивать, я бы, наверное, как-то самосохранялась. Ты ведь на должности заместителя художественного руководителя в современке работаешь. Да, здесь я останусь. Не принципиально, какую я должность занимаю совершенно. Ну да, она очень громкая, очень ответственная. Я останусь за кулисами. А в чем твоя должность заключается? Какой у тебя отрезок ответственности твоей? Ну, сейчас главная наша общая задача вернуться домой, конечно, на чистые пруды. И вернуться домой, чтобы это было достойно, красиво, подконтрольно. А ты как на это влияешь? Ты что, стройкой занимаешься? Ну, так Вадик, у Чулпанова, поскольку она рассказала тебе уже о том, как она работает в профессии, когда неразрешимых задач нет, их только нужно подобрать правильный топор. Ты мне рассказывала где-то года полтора или два назад, что один молодой актер, Женя Павлов, тебе сказал, вас в театре все боятся. И для тебя это было откровением. В современнике имеется в виду. Да, но для меня это и сейчас откровение. И для меня это сейчас откровение. А что такое, Чулпан? Ну, наверное, это просто разное понимание профессии. Когда я вижу холодный нос, равнодушие, халтуру, неуважительное отношение к партнеру. И все, конечно, я... Ты не молчишь просто. Я не молчу. У меня мама очень, очень мучилась. Ей все время вызывали в школу и говорили, у вас слишком активная девочка. У вас слишком активная. Мне нужно было сунуть нос во все. Значит, как растения поливают здесь, а как здесь обижают младших. Я называю это повышенное чувство справедливости. Я вообще чудовище. Я не знаю, как меня выдерживают коллеги. Ну, хорошо, что ты это понимаешь. Для меня, ну, для меня счастье, когда ко мне подходят коллеги и говорят, послушай, не хочешь попробовать вот так-то и так? Но я тебе скажу, мне кажется, что это как раз связано с тем, что вот ты, ты никогда не думала об этом. Ты же сильная, да? Тебе, ну, так случилось, ты и пытливая, ты все время развиваешься, ты все время сама работаешь. Ну, и природа тебе очень много дала. А кому-то не так много дано. И поэтому ты сильная, ты легко принимаешь любое в свою сторону критику. А не очень сильный человек, он чувствует себя в этот момент уязвимым. Мне кажется, вообще вот это вот, ну, какая-то обидчивость, уязвимость какая-то такая, она начинает поедать изнутри, как ржавчина. А тебя ничего не может обидеть в жизни? Может, наверное. Ну, нет, конечно, может. Но я просто, не, не хочу тратить на это жизнь. Как ты это формулируешь? Интересно. Не хочу тратить жизнь на то, чтобы час времени проводить не с теми и не так, как хотелось бы. Не хочу тратить время на то, чтобы там впускать в себя обиды, которые, да, разъедают и так далее. Прям ты до такой степени организованно относишься еще к этому жизненному своему пространству. Послушай, мы не, вот мы сейчас тут сидим втроем и не знаем, что с нами произойдет через минуту, не через час и не через год. Нам никто не может дать этих гарантий. Да. Но, конечно, то, что мое участие, соучастие в такой теме, как детский рак, когда я видела и продолжаю видеть эти судьбы, которые должны были просто вообще по другим рельсам, должна была быть судьба вот этой семьи. Ты видишь и ты понимаешь, что и каждый из этой семьи думает, ну, меня-то, конечно, это не про меня будет. И в какой-то момент это случается именно про нее. И вот это вот знание, оно дает, ставит голову на место и дает понимание того, что жизнь, она сию секунду. И счастье, оно сию секунду. И вот ты успеваешь понять, что ты счастлив сию секунду? Ты знаешь, на самом деле, просто тебе повезло сегодня, хорошая погода. Это то, что послушала прекрасную классическую музыку. И никто еще не обидел с утра. Ну, только разве колесо приколос. Ну, и то как-то мне сразу же помогли хорошие люди. И вот, поэтому... Да, здравствуют розовые очки. А бываешь фурией? Бываю, но мне потом очень стыдно. Бываешь у чего? Фурией. Фурией? Видишь, тебе раньше было стыдно, а сейчас не стыдно. С фурией? Ну, чудовище, фурия, чудовище. Нет, стыдно, конечно, конечно, стыдно. А чего стыдиться, если ты права? Я очень неконфликтный человек. Я не выношу повышенных тонов. И как только я слышу повышенный тон, я понимаю, что человек потерял самообладание. И когда я сама становлюсь на место этого человека, и меня несет, конечно, мне хочется все сгладить и сказать, ребята, давайте жить дружно. И мы выйдем из любой-любой проблемы. Просто если мы будем продолжать уважать друг друга, а если у нас не получается, давайте разойдемся в разные стороны. Это моя тоже тактика. Перекладывание людей из грудного кармана в какой-то боковой. И как бы ты его переложила, и в общем-то, и уже... Ты знаешь, Челпан, я просмотрел все сюжеты, которые мы с тобой сделали в программе за эти годы, и каждый раз был какой-то восторг. Восторг, когда ты репетировала бедную Лизу Салой Сегаловой. Восторг, когда ты рассказывала, как ты на Алтай ездила, когда вы репетировали... Шукшина. Шукшина. Восторг, когда ты ездила в Лондон в эту королевскую школу. Ну вот, Вадик, ты и дождался. Пришла Челпана и говорит, я выгорела. Ну, не могу. Но те этапы большого пути зафиксированы. Ну, ты понимаешь, именно чтобы не потерять этот восторг. Да. Ну, просто... Вовремя, вовремя соскочить, переждать, и опять дальше восторжен. У меня восторг, когда я вижу там то, что придумал Саша Боровский, какие у нас будут гримерки, у меня сейчас это вызовет восторг. А когда «Современник» планируется открыть новое? В октябре, я очень надеюсь, что в октябре... В смысле, в 18-го года. И ты победоносно вернешься в театр, как актриса. Надеюсь. Вообще, Челпан, это... Вот для меня это очень странно. При том, что там есть твои выдающиеся работы в театре и, конечно, поразительные работы в кино, но их совсем не так много, как могло быть. Вот ты не думала об этом? В кино? Я не буду в кино. Почему? Может быть, потому что... Может быть, потому что я слишком театральная. А кино все-таки, оно больше в сторону... Берется личность. Да, и дальше эту личность вот именно там в этом контексте как-то. И, наверное, люди в кино понимают, что меня нельзя взять и, как в стиральной машине, сто раз простирать в одном и том же образе. Я просто не соглашусь и все равно буду вылезать из этих рамок стараться. Леша Герман давал такую возможность, то, значит, взрослую женщину, когда все видели лирическую героиню... В Гарпастуме. Да, в Гарпастуме. То бумажный солдат, под электрическими облаками вообще парень. Ну, знаешь, я к тому скажу, что пленка, она запечатлевает. И можно посмотреть и через 10 лет, через 20, через 100 лет. Можно посмотреть на эту Хаматову, что она делала на экране. Нет, не вообще совершенно... То есть мне вот эта страна... Я люблю процесс кино очень. Я люблю сам процесс, потому что съемки в кино – это какие-то новые знакомства, это всегда новые открытия, это новые экспедиции, новые материалы. А то, что это останется, это скорее... Не, ну да ладно, я не про это, да, что мы же не ради того, что останется. Это все, понимаешь, все вот эти социальные сети, все, что сейчас в этом облаке варится. И кто, как там будут выстраивать себе мифологию про Игоря Верника, а другую про Чулпан Хаматову, кто будут эти люди, это будет какая-то... Ну, какой-то другой этап вообще памяти начнется. Ну, скажи, а тот этап... Вот ты... Один режиссер сказал, что девушка вон из профессии у вас не те глаза, которые нужны для актрисы. А потом был Абдрашитов, у которого ты снялась в главной роли, и началась твоя настоящая актерская жизнь. Вот было ощущение эйфории, что вот, ну, дальше все пойдет так, как я хочу. То, ради чего я и пришла в профессию. Не только в театре, но и в кино. А у меня... С первого курса было такое ощущение. Меня как посадили играть в массовки. Так она никуда не девалась. А потом, как бы, кино. Конечно, мне казалось, что я сейчас вот... И сразу красные дорожки, и меня забрасывают цветами. Как-то это все так... Страна глухих... Страна глухих. Случилась премьера. Только сдали дипломные спектакли. Набираем прослушивание новых студентов. Захожу в ГИТИСе, захожу в женский туалет. И в луже мой... Моя фотография в газете. В луже прям, около унитаза. Такая вся в пятнах. И я поняла, а вот это Слава. Вот, собственно, Слава, она вот, собственно, вот она сейчас. Вот она про что. И ты, как бы, и вытащить не можешь себя из этой лужи, потому что лужа очень грязная. И, как бы, ничего. Ну, ты знаешь, сейчас ты улыбаешься и смеешься. А скажи, Челпан, а тогда было больно? Что я там лежала? Да, что вот так произошло. Нет, меня как-то это... Как-то... Я долго просто... Мы смотрели друг на друга. Знакомились друг с другом. В этой луже популярности, в которой я там... Да, и... Ну, вот это отношение к популярности у тебя как к луже и осталось, да? Ну, да. Ну, послушай, ну, уж там, что нам с тобой говорить? Это когда тебя сначала подбрасывают, потом кидают. Да. Потом, когда, значит, надо кому-то или время пришло, опять подбрасывают. И потом опять мордой об асфальт кидают. И ты как-то так сам вот всё вытираешься и идёшь дальше. Поэтому обесцениваются уже и эти подбрасывания, и эти взлёты, и эти провалы. Они как-то сравниваются, и ты понимаешь, что, ну, вот такая составляющая этой профессии. А не обесценивается что? А не обесценивается азарт и радость самой профессии, самого этого счастья. Когда он... Когда, да, но его тоже надо... Ты правильно говоришь, его сохранять, его надо аккумулировать, конечно. Да, охранять и аккумулировать. И это какая твоя смелость? Мне прямо это... Я всем говорю, что я вот на подзарядку. Как вот у меня этот чарджинг полугодовой. Я прям слушаю тебя, вот хочу услышать кокетство и не слышу, конечно, потому что его и нет. Я сентиментальный человек, очень сентиментальный. То есть меня, я такой сочувствующий. Я вот буду слушать или смотреть фильм, плакать, читать стихи чужие, тоже как-то сочувствовать или плакать, или смеяться. То есть я такой подключающий. Наверное, это какая-то необходимая составляющая часть профессии, но одна из. А у меня она такая главенствующая. А дальше уже... А дальше уже все там, все. Работа со знанием. А ты сама не хотела поставить спектакль? Никто не предлагал тебе? Спектакль? Нет. Я не режиссер... У меня не режиссерский. Я была бы хорошим коучером. Это моя прям мечта. Вот в Америке есть такая профессия. Коучер, когда там на съемочной площадке, у тебя есть там... Игорь Верник снимается в кино. Я не знаю, допустим, про шестидесятниках. Вот я за Игоря Верника обчитываю все это пространство. Обсматриваю фильмы. Делаю ему такую выборку самых важных моментов, которые могут ему потом эмоционально и смыслово помочь. Все это предлагаю. Дальше прихожу на съемочную площадку, слежу, чтобы Игорь Верник не делал так рукой, потому что это отвлекает от чего никто не делает никогда. Или там говорю оператору, а вот у Игоря вот сейчас такие глаза в провале. Мне кажется, важно, чтобы это... Плюс ты прокладываешь еще саму роль вместе с актером. Да, то есть Игорь всеми своими способностями и талантом работает, а коучер, он так вот чуть-чуть, как бы просто... Ну смотри, я вообще уже не против, я практически уже мы договорились. Ты хочешь быть коучером, а я готов, чтобы ты была моим коучером, пойдем. Да, я давно уже мечтаю, где-то год-полтора. Слушай, но с другой стороны, неужели ты готова что-то делать в жизни на втором плане, находясь? Ну как, коучер, это же за кадром. Слушай, я готова делать все, что приносит мне удовольствие. У меня нет ощущений, я не понимаю, что такое актер, это первый план, кто это сказал? Владик, кто это сказал? Сейчас я тебя слышу и уже начинаю сомневаться, Чулпан. Ну а ты понимаешь, вот ты говоришь, что ты сентиментальная, и, конечно, так оно и есть. И, как ты говоришь, это позволило тебе проникнуть в профессию. Но мне кажется, ты, конечно, такой кремень. Все забери. Но все так. Я все пытаюсь сделать вид, что я слабо-ранимая. Да, да, да. А в этом ты плохая актриса, Чулпан, что пытаешься делать вид. И 20 раз ты уже сказал, ну была бы я гениальной артисткой. Бывают когда-то оттуда, откуда какие-то короткие мгновения, и ты вдруг летишь и понимаешь, что сейчас это не твои руки, не твои ноги. Что-то такое вселяется. Ну это очень редко. Очень редко. В основном, конечно, это как любая нормальная профессия. Это ремесло и честное отношение к делу. Плюс еще подарочное состояние, что ты испытываешь при этом такое колоссальное удовольствие. Ну и кто тебя такой выдержит? Вот объясни мне. Вот кто тебя такой выдержит рядом с собой, а? Ты между в жизни или на съемочной площадке? Нет, но на съемочной площадке, конечно. Я тебе скажу, на съемочной площадке это счастье иметь такого партнера. А вот в жизни. Невозможно. Ты такого черпа жизни. Человек, который будет рядом с тобой, ты за него весь мир ему устроишь, ты ему объяснишь и уже скажешь. И вот иди туда. А он хочет немножко своим путем. У меня Арина такая. Я говорю, Арина, пожалуйста, можешь сделать это? Она мне говорит, мама, не кричи, пожалуйста. Я говорю, послушай, я даже вообще не повысила голос. Она говорит, ты так сказала, лучше бы ты голос повысила. Да, наверное. Нет, не знаю, да. Тяжело. Слава Богу. Я не могу сказать, что я чем-то расплачиваюсь. Нет. У меня родители живые, здоровые. Дети. У меня любимая профессия, которая меня кормит в фонде команда. Дети, которые... Знаешь, когда ты... Помнишь, на первых концертах были дети, да? А сейчас представь, там, по 22-24 года. Потому что 11 лет назад это было. И ты с ними стоишь и выпиваешь. И чокаешься бокалами с красным вином. Это просто... Ну, представь, вот как бы тот ребенок, за которого там боролись, и шансов у него, в принципе, не было, и все об этом знали. Он прошел 11 лет, и он говорит, ну что, будем здоровы. И ты понимаешь, что ты не можешь выдержать сейчас этого. Ты не можешь это, ну, как бы выдержать, что... И так жалко, что нет людей вокруг, которые вот там... Нет ты, Игоря, нет там людей, которые жертвовали деньги, которые пели песни, которые учат, что они не могут вот... Ну, мы не можем сделать так, чтобы вот они взяли и выпили вместе с этим. Уже не ребенком, у него уже там жена молодая, и уже там скоро свои дети появятся. И в этот момент, в этот момент, в этот момент ты понимаешь, что... Я счастливый человек. Мне подарено вообще такое знание. Чулпан, я тебя слушаю и понимаю, что у тебя такая щедрая душа и такое открытое сердце, и это и есть твои розовые очки. И ты их никогда не снимешь с себя, и слава богу. Ты знаешь что? Ты такая требовательная к себе, и к времени, и к другим. И то, что мы, несмотря на этот твой гамбургский, вернее, этот хаматовский счет провели вместе... Да, а я получила колоссальное удовольствие. Спасибо большое. Даже забыл, что спектакль сыгран. И спектакль позади, и знаешь... А ты сейчас поедешь, что будешь делать дома? Я сейчас спать поеду. Спать? Да. Спокойной ночи, Чулпан, дорогая. Добра и радости. Радости, Чулпан. Если писала хорошо, я побольше. Видишь, Чулпан рассказал об Иване Дмитриевиче Вороновой, о педагоге, который в самом начале пути дал ей полезные советы, и о своем педагогике математики, который научил ее правильно мыслить? Не просто правильно мыслить, правильно принимать решения. Она теперь это перекладывает и на профессию. Это очень интересно. И Максим, конечно, у него, я уверен, были прекрасные педагоги, но я мне вот сейчас, я прямо увидел картинку Максим, и если бы в его жизни появился такой коучер, как Чулпан, возможно, он стал бы много богаче с точки зрения актерской оснащенности. Но, Игорь, все еще впереди. Надо их познакомить. Давай, это сделаем. А я думаю, они посмотрят нашу программу, и он найдет подход к Чулпану. Ну, я ему помогу в этом. Хорошо. КОНЕЦ